1 2 3 4 5 вышел зайчик погулять 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вышел зайчик погулять 1 2 1 2 1 2 так всем значит здравствуйте дорогие друзья сегодня решил рассказать свой небольшой отзыв об эксплуатации райзен 93 900 x а также материнской платы аурус аурус элайт вернее на нее наверное скорее всего будет ну как бы не то чтобы обзор ну отзыв больше всего ну хотя и процессор тоже хорошим его и тоже сегодня как бы это самое зацепим вот такая у нас коробка вот как видите плац то у меня стоит процессор вытаскивать я ее не буду рассматривать его под микроскопом тоже не буду те кто знают в общем как сказал наш великий мудрый царь всея руси кто понял тот поймет че сморозит кто не понял тот поймет о точно вот так вот я просто только проснулся поэтому сейчас немножко того этого самое вот так вот отличнейшая оплата у которой 12 плюс 2 фазы питания это просто замечательнейшая оплата с пися экспресс 4 я вот жду когда nvidia наконец-то выпустит карточку с поддержкой пися экспресс 4 и это будет вообще куколка вот а модель не хочу покупать видеокарту мне не нравится а вот я как бы nvidia дрочит поэтому знатный вот поэтому буду ждать карточку от nvidia ампер там типа и как там она называется короче которая будет 150 миллиард на миллиард на кратное превосходство между над другими карточками там и вообще она будет просто невероятно эта карта понятное дело иметь вернее материнская плата имеет rgb подсветку этом вообще небольшая там ця . так вот там внизу то есть ее можно сказать что ее и нет этой rgb подсветки поэтому можете не переживать но карта красивая материнская плата то есть и не полин карта карта материнская плата она красиво она имеет 2 слота м2 под м2 накопители это очень замечательно но мало хотелось бы конечно 32 маловато у меня уже два стоит слота и учитывайте кстати говоря то что нижний слот работает медленнее м2 чем верхний поэтому если у вас есть высокоскоростой диск который супер пупер там скоростя там 5000 там все такое то есть писи экспресс 4 все все дела ставьте его верхний слот и будут вас максимальная скорость а я даже больше того вот а нижний слот поддерживает как бы скоростя поменьше послабее будет пропускная способность лишь его знает не вникал почему производите так сделал видимо потому что это все таки лайт типа ну не максималка что ты же понимаешь все дела а вот ну как бы мне по барабану главное что эта карта справляется со своими задачами зона vrm особо там не греется максимум 50 градусов что меня устраивает под нагрузкой а вот процессор выдерживает здесь 8 пиновое питание процессора кстати говоря не как и на других x570 там по моему 8 плюс 4 пин потому что у меня такого провода просто нет в помине блин где чё за дела скоро блин я не знаю 120 пиновые где-то блин там куча проводов на подключать туда чтобы питать этот блин процессор мне просто не на еще гриль хотят сделать этот горячий просто обалдеть можно у меня здесь водянка стоит 400 ватт тдп отводит представляете во время стрима вот этот процессор разогревается до 95 градусов это просто же обалдеть можно поэтому я с него не стремлю потому что он чрезвычайно горячим такой вот так печешь и сижусь вот с ним я чувствую прям жару даду у меня уж опекает все я стою у меня половина лица загоревшие реально загоревшие кожи начинает даже облазить вот поэтому блин на это просто был я не знаю чем ухлаждать надо какой-то кастомкой наверно потому что ну жидким азотом до нырна с ведра поливать надо потому что ну он очень горячий 12 ядрю я представляю же дом на 16 ядерном разине 903 950 x там вообще жопа на 4 ядра больше полем он будет и горячее блин обалдеть можно в отличие от этого что сказать по энергопотреблению хренов я не замерял мне как-то по барабану считать за электричество у меня не выросли особо поэтому я не переживаю даже по поводу энергопотребления сама же плата меня полностью устраивает она все для подключения имеет я подключил дополнительные вертушки вот эти вот светяшки их не было в корпусе были другие статические не подключались именно к самому хабу на корпусе вот эти светяшки подключаются с материнской плате ну и конечно же блок питания вот дополнительные эти самые питальники еще мне свободные остались стать этом есть можете даже на сайте произведения посмотреть сама плата функционирует отлично держу сказал верим греется не особо сильно вот пумпу есть когда подключать м2 накопители что самое главное это и ради чего я кстати снял видео чтобы вы знали о том что вам если вы хотите получить максимальной скорости от своего м2 накопителя обязательно вставлять его верхний разъем не в нижний верхний подчеркиваю вот что касается самого процессора вот это вот райзен 9 то блин его работы я полностью в принципе доволен это мощнейший процессор просто обалденный для потребительских настольных пк просто 12 ядер 24 потока все работает вот прям когда рендеришь видео все быстро предпросмотры во время рендера или блин этого ну монтажа когда делаешь вот там у тебя предпосмотр все все дела это сам все летает прям ты даже не замечаешь что ты работаешь с файлом 4к разрешение просто обалдеть вообще без напряга то есть никаких тебе проблем никаких тебе лагов тормозов сидишь нормально работает такое еще не знаешь для этого процесса вообще не проблема 4к то есть сидишь как бы он даже те скажу а это 4к было я думал 720p или 480 просто вообще на легко все в блин в работе это блин обалдеть может это маски просто вот реально чтобы у вас не тратились ваши нервы блин еще ваша работа двигалась просто гладко и невероятно быстро вот вот это вот самая тема ну и соответственно м2 накопитель и все у вас просто летать будет прям щикардос щикардос вот я рендерю допустим у меня есть видеофайлы которые колбасил в разрешении 4к 200 мегабит битрейт в течение там 10 минутный ролик по моему то есть у меня рендерится 20-25 минут максимум со всеми эффектами то есть вот такой тяжелый довольно то есть это и и кстати что там 60 кадров это же блин обалдеть можно 60 кадров на старом процессоре мой райзен 2 700 их справлялся гораздо дольше то есть несколько раз дольше справлялся с этой задачей а i7 3770 такая за него вообще говорить не приходится он бы там сутки блин монтировал этот ролик очень долго бы делал поэтому для монтажа для работы блин просто для игр вот это вот самая тема но греется собака знаете просто вот конченая скотина блин греется просто обалдеть можно стрим врубаешь блин стрим на процессоре 95 градусов просто обалдеть качество когда конечно да картинки хорошие но охлаждать на его чем амуде блин придумайте охлад нормальный такой чтобы можно было поставить и заморозить эту скотину потому что ну так греется но это невозможно просто поэтому и стримы с видеокарты благо сейчас стримы кстати с видеокарты стали не хуже чем с процессором поэтому и кстати снимают нагрузку с процессора он не перегревается то есть нормальных своих температурах работает если мы возьмем стрим допустим на видеокарте то у нас получится там блин ну 3 до 5 градусов разница это ни о чем вообще у меня в обычном режиме допустим когда я просто играю не стримы там или что-то делаю работу у меня карта прогревается 62-55 грамм и 65 градусов и сесть стремлю 71 градус максимум максимум 71 градус сравнение до 95 и 71 сами понимаете так что блин стримить на видеокарте сейчас самая тема так что вот такое вот было видео водяное блин кому там чего может чего полезного было кому не полезного нравится не нравится но в общем высказал и такой себе свое мнение по поводу вот этих вот комплекту брать их конечно же стоит офигенная тема и не надо переплачивать кстати большие бабки блин он ауру ссылает взял себе ты нормальный под этот процессор самая тема так что такое то вот видео было прожимаем лайки если шо всем до скорых встреч пока а